Медики отмечают, что с наступлением холодов люди начинают чаще болеть. Кашель, хлюпающие носы и температура – неприятные спутники промозглой погоды. А респираторные заболевания составляют большинство всего букета инфекций. В нашей еженедельной рубрике «Опрос недели» мы попросили наших коллег поделиться рецептами профилактики осенней простуды. Прежде всего, мы сами сможем вакцинироваться и вакцинируем наших детей. В этот раз мы поставили прививки от гриппа, и в школе номер один у нас поставили прививки против пневмонии. В этот период стараемся принимать витамины, чтобы укрепить организм. Чай с шиповником завариваем или с липой можем пить, или с медом, с малиной. Ну, как-то стараемся такими более народными средствами лечиться. Для меня лично как больше находиться на свежем воздухе. Ну и, соответственно, скажем так, обливание не то, что холодной водой, а водой такого приемлемого уровня. Мы проветриваем комнаты в квартиру, и у нас есть лампа, которая ставится в помещение в пустую и обеззараживает воздух. И этого достаточно. Рано встаем, умываемся холодной водой. Стараемся больше двигаться на улице, находиться. Кайфовать от жизни и получать от этого радость. Вот быть в радости. Тогда все болезни будут проходить мимо тебя. А в это воскресенье в спортивном комплексе «Молодость» состоится веселое спортивное соревнование среди членов первичной профсоюзной организации «Газпром Добыча на Дымпрофсоюз». Организаторы предоставляют уникальную возможность участникам не только продемонстрировать спортивные возможности, но и приятно пообщаться. Приходите участвовать или поддерживать своих коллег. А у меня на этом все. Хороших выходных и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова